Прямо сейчас в сообществе реконструкторов в нашем эфире чемпионат мира, кубок Динамо в Москве. Чемпионат мира, это главная центральная супер-мега-ультра. В котором приняли участие более 700 участников. Конечно, но все это предстоит, подтвердят ли наши бойцы свой чемпионский титул, вот что стоит на кону. Потому что это уровень Олимпиады, это уровень Олимпиады и нам очень важно здесь держать планку. Итак, профессиональные средневековые бои, то о чем мы сегодня будем сейчас разговаривать с нашими гостями. А у нас в гостях Наталья Шестакова, директор лиги профессиональных средневековых боев WMFC, главный редактор журнала. Это ты прочтешь. Да, MediaWall Sport. А также Роман Баранаса, многократный золотой призер чемпиона мира, битва нации, тренер, инструктор высшей школы. ИСБ. Исторический средневековый бой. Да, это он. И Анастасия Мещерякова, член сборной России по историческому средневековому бою, чемпионка мира в номинациях полутораручной мечи в профессиональных боях. Капитан женской команды, руководитель высшей школы исторического средневекового боя. Ну вот, старые знакомые, кто-то старые, а кто-то новые, в хорошем смысле этого слова. Очередной чемпионат, очередной тоже в хорошем. На прошлом я был, на этом я тоже надеюсь быть. Сразу говорю о контрамарке. Хватит уже. Спасибо, Наталья. А теперь вопросы от моих коллег. Я-то все видел, я-то все знаю. Пусть заслужат ее в честном бою. Ваши вопросы. С другими претендентами на контрамарку. Ну, конечно, давайте мы начнем с вас, Роман. Что нового в этом году? Как истинные благородные рыцари. Просто рассказывайте, какой уровень ожидается в этом году, кто наши главные соперники и какие наши шансы. И какие нововведения. И это тоже. Приветствую вас. Будет очень серьезный уровень, конечно. Один из самых сильных мероприятий в этом году. Это Кубок Динамо. К счастью, он проходит в Москве. То есть соберется большое количество людей. 34 команды будет мужских. 6 будет женских. В пятерках будут бои 12 на 12. Ближе к микрофону, пожалуйста, Роман. Да, будут также бои 12 на 12. Первый день в субботу. Поэтому будет достаточно интересно. Самые сильные соперники, это, как всегда, Россия. То есть с разных городов нашей страны. Англия будет очень сильная команда. Английская White Company называется она. И французы, очень сильная команда Квилла Сиквани будет также выступать. А вот когда вы говорите Англия, Франция, сильная команда, это все-таки мужская команда? Это главные соперники? Это мужские, количество команд женских. Было 3, 4 и 6. Да. Конечно, я говорю о мужских командах. Женских тоже очень, ну, достаточно большое количество. Потому что команд это достаточно много для такого мероприятия. А наши основные конкуренты в женской категории, это кто? Я думаю, Анастасия подскажет, кто у них самый сильный. Давайте. Про соперниц несколько слов. Думаю, что самыми сложными соперниками будут представители России. Это команда Катюша, которая выиграла в этом году чемпионат мира Битвы наций. И очень сильная команда, опять же, российская команда Искра, представители клуба Боярд. А вот Катюша, они как, как они выглядят? Катюша, это имя, это какое название, это какое? Они прекрасно выглядят. А я имею в виду, то есть это, я просто не очень представляю, как выглядит женщина в средневековых доспехах все-таки. Насколько она отличается от того, что... Насколько она женственная. В основном, воина. Поменьше. Внешне, ну, может быть, только если по комплекции отличить немножко, чуть поменьше ростом. Наталья, а теперь вот организационный вопрос. Значит, где, когда, где покупать билеты и, в принципе, что, так сказать, если возможно, так вкратце по программе пройтись, пожалуйста. Да, конечно, мы всех ждем 2-го, 3-го ноября по адресу Всероссийский выставочный центр, павильон 75-й, зал А. Купить билеты вы можете на таймпаде. Есть еще несколько площадок, которые вы можете найти у нас в официальных группах на официальных ресурсах. То есть, как раз на нашей, в нашей группе Кубок Динамо, который называется, и, соответственно, в нашей основной группе, которая называется WMFC Найтс. Всероссийский выставочный центр, это ВДНХ или что? Да, 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 это ВВЦ. А, ну, то есть, то, куда вы и так пойдете гулять на эти выходные? Конечно, это праздничные дни, поэтому, когда вы погуляете с семьей, у нас мероприятие 0+, я напоминаю, да, поэтому там и малыши, и детишки, и взрослые, и женщины, и мужчины. Даже когда бьют по голове, эти люди сдерживаются, да, да. Они с любовью это делают, поэтому все будет прекрасно, и там будет как раз и софт, и мягкий меч, поэтому там детишки смогут поиграться, и даже попробовать себя в боях неких, да. Будет огромное количество интерактивов, будет ярмарка, будет шоу, часть обязательно. В этом году мы сделали несколько новшеств, и вас ждет также выступление музыкальной группы, которая официальный трибьют Red Hot Chili Peppers, который, да, называется ГКЧП. Прекрасно. А вот немножечко поподробнее о том, в чем смогут поучаствовать зрители. Ну, то есть, вот для детей можно, да, надеть на них мягкие доспехи и попробовать, чтобы они попробовали. Что еще? У нас будет несколько интерактивных площадок, каждый наш блок выставляет интересные мастер-классы, то есть, это и Рим, можно будет окунуться в античность, можно что-то сделать будет своими руками, можно будет пообщаться с легионерами, возможно, даже попробовать себя в этом качестве. Также на нашей ярмарке будут различные мастер-классы, можно будет сделать что-то своими руками, в подарок, сувенир, что угодно. У нас будет раннее средневековье, кстати, впервые за историю Кубка Динамо у нас будет раннее средневековье. Будут и турниры, и интерактивы. А в раннем средневековье чем оно отличается от такого уже продвинутого? Ну, во-первых, раннее средневековье, это 9-11 век, это совершенно другие доспехи, это другая немножко тактика боя, и визуально, и даже вот смотреть на бои, они немножко другие совершенно. То есть, и бои будут? Да, да, будут и бои, там будут одиночные на мосту. Ну, это будут так и квалификационные бои, то есть это спортивные, или это все-таки будут показательные выступления? Будут и показательные, и спортивные, там будут ребята именно сражаться за первое место. Роман, а скажите, пожалуйста, когда вот я слышу фразу, а там немножко другая тактика боя, это означает, что вот вы, например, в эпохе раннего средневековья не можете драться так, как вы хотите? То есть, есть какие-то прям жесткие ограничения, что надо бить вот так, как в 11 веке, и больше никак? Ну, смотрите, во-первых, доспехи различаются колоссально, то есть, 11 века и там от 13 и выше века, как у нас, идет более сильный доспех, более прочный, и много защиты достаточно. Поэтому мы бьем в полный контакт и бьем в любую часть тела, ну, кроме открытых частей. Которых практически не остаются. Которых у нас практически нет, да. Соответственно, в 11 веке они бьют до прикосновения одного, то есть, до одного удара, и бьют только в защищенную часть, которых достаточно мало, поэтому, ну, совершенно разные удары, совершенно разный бой. То есть, ну, можно сравнить, наверное, там, с боями и без правил у нас, соответственно, и, там, карате до прикосновения, до одного удара, соответственно, это ранее Средневековье, чтобы такая аналогия некая была. То есть, получается, что это немножко помягче зрелище такое? А античность там вообще другая, так. Там они вообще, наверное, очень бережно друг к другу относятся. Больше стратегия, там больше тактика и стратегии выстроится. Кать. У меня вопрос такой, очень много интерактива различного, мастер-классы, ярмарки, а лекции, скажите, будут ли у вас, потому что вы затрагиваете несколько исторических эпох. На каждой точке, да, конечно же, на каждой точке вы сможете пообщаться с представителем того или иного клуба, и вам обязательно все расскажут. Они специалисты в этом вопросе и с удовольствием вам поделятся всей информацией. Ну, смотрите, когда люди идут с семьей, более-менее понятно, есть чем заняться детям. А вот молодежь, когда молодой человек идет с девушкой. Тоже можно показать себя как истинного рыцаря для данного сердца. Нет, молодой человек на фоне вот этих рыцарей вообще не очень-то смысл. Зато какой стимул будет, какой стимул будет, когда побыть рыцарем, да. Вот если мы, например, придем, ну, кто-нибудь в каком-нибудь составе, я не знаю, в любом абсолютно. Аккуратно. Да. Можно ли там будет понаряжаться и тоже что-то попробовать приложить друг к другу? Аккуратно под контролем и под присмотром специалистов можно будет. Да? Вы просто свою секюру вот так вот сюда вот аккуратно, да, вот. Анастасия, скажите, ну вот мы каждый раз задаем эти вопросы, но у нас же ведь как-то это и меняется из зрителей. Вообще наша цель не только привести к вам людей на соревнования, но и как бы сам вид спорта популяризировать. Это как бы, ну, совсем не женский вид спорта, да, вот. Ну, совсем не женский вид спорта. Или все, я бы поспорила. А вот сейчас давай, тяжелоатлетикой, не женский вид спорта. Стрельба. Вот, вот, да, да, да. Я скажу это, я скажу это, когда придут тяжелоатлетки. А вот, но, ну, даже исторически корней никаких нет. Вот расскажите, вот что приводит девушек и как меняется, знаете, как это влияет на их характер? Ну, знаете, я думаю, что приходят девушки с определенным складом характера, бойцовским, можно так, наверное, сказать. Вот, потому что спорт не самый легкий, спорт тяжелый, вот, требует большой отдачи, усилий, вот, и случайных людей в этом спорте нет. Ну, вот, и вот если такую, как бы, девушку, как-то, наметить себе в жены, в быту, там, как сказать, можно хоть что-то будет возразить, например, особенно, когда она на кухне со сковородкой? Ну, попробовать можно. Ага, это очень ранее средневековье, я писал сейчас, когда из защитного только сковородка была. В качестве доспехов. Я понимаю, насколько действительно для девушки это, так сказать, вид опасный, что ли, потому что, ну, мужики, мы более-менее себе представляем, да, из чего они и как они сделаны. И правда ли, что девушки более агрессивны в бою? Ну, я не думаю, что этот спорт более опасен для девушек, чем для мужчин, у нас, в общем-то, такие же доспехи, достаточно хорошо защищенные. Пока еще мы думаем, что вы где-то внутри помягче еще, вот, сделаны. Ну, тоже спорное утверждение. Вот, а что касается в жизни, как спорт влияет на жизнь девушки, думаю, что это просто приятное занятие, хобби, увлечение. Хобби. Отлично. Количество тренировок, вот, скажите. Ну, количество тренировок в неделю зависит от того, готовились ли мы к какому-то серьезному мероприятию. Если это стабильный просто тренировочный режим, без подготовки к какому-то чемпионату, крупному турниру, ну, это 4-5 раз в неделю. Если это более крупное какое-то соревнование, мы готовимся, то может доходить до ежедневных тренировок. А там какой процент в этих тренировок, вот, действительно, уже работы с доспехами и оружием? Махач. А какой процент там, что там, ОФП, качалка? Мы сочетаем все, и технику, когда работаем только в мягких доспехах, и работу в полном доспехе примерно 1-2 раза в неделю, и, как это называем, качалка, да, кроссфит. У вас же ОФП это кроссфит, да? Ну, в основном, да, большей частью времени, да, уделяем кроссфиту. А у меня вопрос такой романтичного характера. Вот мы заговорили о мужчинах и женщинах. Скажите, были ли у вас созданы пары в рамках ваших турниров? И кто кого в них, да. И кто проявлял инициативу? Я скажу, даже были случаи на чемпионате мира, на битве нации, о которой мы говорили на последней передаче с вами, выходили пары и делали, ну, как бы мужчина делал девушке предложение. А она что? Она ему мячом подребела. Пока что отказов не было. А вот эти вот, Роман, вот это, как вы думаете, как правильнее поступить, все-таки завоевать чемпионство или не рисковать, если сделать предложение до, например, какой-то ответственной схватки? Как вы бы поступили, например? Ну, завоевать достаточно сложно. У нас в команде почти все женаты, поэтому если они не рассчитывают на выигрыш, ну... А, кстати, как жены смотрят на такого рода увлечения? Отлично. Это мужской, ну, так и женский вид спорта, адреналин. Ну, знаете, как, по-разному, да, у мужчин много всяких развлечений, там, футбол, мотоциклы, гараж и так далее. А вот и жены, если женщины в целом могут смотреть на это одобрительно, но жены могут смотреть на это по-разному и бюджет. Это ведь дорогой вид спорта? Достаточно дорогой, но в последнее время нам какие-то деньги выделяют спонсоры. А, все-таки монетизация потихоньку идет к этому, да. Поздравляем, прекрасно, немножко прекрасно. Наталья, еще немножко статистики. Я так понял, что из России несколько команд, да? Да. Сколько из России и сколько из Москвы, и кто фаворит? Ну, из Москвы у нас не так много команд. У нас есть и с Урала, и Новосибирск, Юг тоже приедет к нам. Это где-то, я бы сказала, наверное, больше половины будет иностранцев, и чуть меньше половины будет... Ну, чемпионат, например, все как полагается. А кто фаворит, какая команда? Ну, так, в целом, или кто звезда? Вот, понимаете, ведь должны же быть звезды, которые, ну, вот, на которых надо обязательно увидеть. Они в вашей студии сейчас. Да, вот, собственно, да, представители звездных команд как раз в вашей студии. А, слушайте, я хочу... Тут вы так светитесь, понимаете? Я хочу отметить все-таки... Орехов, ты еще что-то хотел спросить? У нас тут есть целый перечень новшеств, и мы не очень понимаем, на самом деле, в чем здесь... Давай, задавай вопросы. В чем здесь зрелищность, а я думаю, вы нам сейчас проясните эту ситуацию. Вот, например, новая зрелищная номинация 12 на 12. Это... В чем новизна? Новизна в том, что, во-первых, пересмотрели правила, пересмотрели, и теперь будет отдельный рейтинг этой номинации. Она представляется совершенно в новом свете. То есть, увеличивается и зрелищность, и в то же время это будет идти в отдельную копилочку для бойцов в рейтинге. Скажите, пожалуйста, какие там, какие роли и функции у членов вот этой дюжины? Там же, я не знаю, там есть как в футболе, что там есть защитники, полузащитники, так же и здесь, там, легкое, тяжелое оружие. Те, кто... Вот есть ли какая-то структура здесь? Иерархия. Да. Но иерархии как таковой нет, есть капитан, и есть команда, которая, в принципе, тренируется и знает, где у кого лучшая позиция. Если ты лучше борешься, ты становишься возле бортика и больше производишь борьбы, если ты умеешь... Борьба, это имеется в виду все-таки перевод в портер, да, и что-то там внизу с добиванием? Наша задача посадить соперника на три точки. Вот, самое главное же мы забыли сказать. Борьба, который нету. Три точки касания, и, значит, соперник повержен, и что, и он выбывает тогда? И он, да, не имеет права вставать. Маршалы, это судьи, которые ходят и контролируют, чтобы они не вставали. Прекрасно, прекрасно. Слушайте, интересно. Просто, когда 24 человека, ну, там, толпа такая, да, как вы выясняете вообще, кто на кого будет нападать? Можно ли в десятером сначала замочить одного и вот так вот... Есть ли какая-то стратегия, да, продумывая? Пока 10 будут мочить одного, как вы говорите, 9 других будут мочить нашего. Отдать им его, да, а потом отомстить. То есть, нет, это... Есть некие наработки, конечно, мы их здесь не будем рассказывать, Но тактика своя имеется, конечно. У каждой команды есть какая-то тактика. Она либо более агрессивная, либо более направлена на истребление противника. У нас двуручное оружие еще есть, да, в массовых боях мы как раз его используем. А это вот эти, ну, двуручные мечи. Мечи, скажем, алибарды. Алибарды, да. А полутораручный меч, он тоже сюда относится? Или это индивидуальное? Это тяжелое вооружение? Крайне редко кто бьется с этим оружием, достаточно сложно... Особенно против Анастасии, да? Ну, просто это, скорее, относится больше к боям 1 на 1, нежели к массовым боям. А-а-а. Значит, скажите, пожалуйста, а почему женские бои... Я правильно понимаю, что максимум 5 на 5 не хватает пока бойцов набрать вот на такие большие ресталищи? Ну, пока еще, наверное, нет. Хотя активно развивается это направление. У нас с каждым годом все больше и больше участников, женщин. Растет число команд. Но пока еще женскую команду 12 на 12 пока не собрали. А что, пожалуйста, есть такие планы? Конечно, есть. Ага, вот это будет что-то. Обязательно приходите, когда собираете, приедете к нам в эфир. Придем. Скажите, тут я увидел, просто еще, ну, вы перечисляли, а вы не назвали китайцев. Эти-то что здесь делают? Бьются. А они тоже средневековая Европа, да? При этом? Да. А что у них там? Ну, с самурайским... Что у них там, нунчаки? Они как-то отличаются отличительные, у них есть какие-то приметы. Оружие. Оружие у них свои китайские. А они в рейтинге какие? Ну, смотрите, Китай не так давно начал заниматься ИСБ, ну, историческими средневековыми боями. И мы их не перечислили только по той причине, что мы вообще, в принципе, мало о ком сказали, только вот фаворитов назвали. А стран-то будет достаточно много. Вот Китай одна из таких стран, не скажу, что они сильная команда, они недавно занимаются, но прогрессивная и уже делает свои успехи. А они могут, вот я не знаю, взять и свою китайскую кунг-фу применить там? Или все-таки есть какой-то определенный канон, и хоть ты китайец, хоть ты японец, хоть бразилиец, все равно ты будешь вот по европейскому канону? Мы все-таки ждем, когда, наконец-таки, японцы или китайцы пригласят сумоистов. Ага. Но вот как-то пока что они не справляются сами. У них отличительные черты, как и у любой команды, это Кота. На Коте есть свои отличительные знаки. Они ММАшника приглашали, кстати. Кого? Из ММА, бойца ММА, одного очень известного. И как он себя показал, да? Но наши сильнее. Ну, конечно. Он же один на один заточен. А тут, скажите, какие самые зрелищные бои вот в индивидуальном формате, Настя? Ну, это профбои однозначно, где разрешены, помимо ударов мечом, удары щитом, прием рукопашного боя, борьба в партере. Так что это, наверное, из одиночных самые зрелищные. Подождите, а там что, человека недостаточно уронить на три точки? Там можно проводить добивание. А вот до какой поры идет добивание? До тех пор, пока не остановит судья. А если ему нравится, как все идет, то и ладно, что же, конечно. Подожди, а там тоже есть? Подожди, подожди, до какой поры? То есть, а судья в каких случаях останавливает? Останавливает в течение 10 секунд. За 10 секунд можно получить сколько ударов так? До 5 ударов. А, не так много, казалось бы, но... Пожалуйста, Михаил, да. Это не считая вербальных атак еще. Скажите, пожалуйста, ну, а так же, как в привычных нам единоборствах, есть ли там задача, как это, знаете, есть нокаутеры, да, а есть, которые по очкам там что-то набирают. Есть ли задача поразить одним ударом как-то противника? И насколько это реально? Бывают такие случаи? Ну, давайте я скажу, наверное, тут речь идет о массовых боях или одиночных. То есть, в одиночных, конечно, больше идет все-таки расчет на очки, да, то есть, нет такого сильного удара, то есть, главное набрать очков. А, набрать очков, а так, чтобы просто человека взять и вырубить там в первые 5 секунд, например. Ну, в профбое это можно сделать, но противники достаточно сильные, скорее, проще набрать очки, чем вырубить. Понятно. А вот в массовых как раз-таки наоборот, больше идет, как бы, заточенность на сильный удар, и от этого зависит исход. Я всегда хотел узнать, а какой звук внутри шлема, когда по нему лупят вот этим шестопером? Дзинь. Ну, это сильный дзинь, вот это. А это как ведро, и по нему вот палка, то есть, это как вообще вылезаешь из этого всего? Ну, иногда бывает неожиданно, если удар, если это алибарда, то звон стоит еще и на следующий день, слышишь. А, то есть, вот это продолжение. Я хотел пошутить, а это не шутка. После вкуса остается. Да, конечно, но поэтому пропускать не стоит. Хорошо. А насколько, так сказать, вот эта амуниция защищает? Я понимаю, что стоит задача максимальной защиты, максимальной такой вот безопасности, но насколько, во-первых, она страдает во время боя, и насколько она реально защищает от каких-то травм? То есть, травматичность этого вида спорта? Ну, по травматичности, скажу, вот как часто страдает боец ММА. Он получает по лицу голому, а у нас все-таки есть экипировка, которая защищает. И вот зависит от качества этой экипировки. Сейчас все дело точно не стоит. Это пояснющая. Народ, в общем, зрители, мы зрители, народ циничный. Знаете, некоторые ходят на автогонки в надежде только на то, что кто-нибудь улетит куда-нибудь. И здесь тоже, знаете, как все-таки, когда анонсируется вот эта рубка на мечах, вот настоящая такая, то где-то под спуд на такое ожидание есть, что кому-то что-то вот это вот на... Какие самые распространенные травмы все-таки случаются? Ну, синяки, это понятно, травмы пальцы, бывают суставы, ну, как бы это во всех единоборствах. Ну, это и на кухне. Примерно одно и то же. Когда у тебя супруга, да, борется в средневековых боев, то... На порядок меньше, чем в единоборствах во многих. То есть, вот стрессиний мозг, мне кажется, очень вероятно. Насколько, да, это вероятно. Вот просто, когда смотрят... На тренировках чаще, мне кажется, можно... Да, на тренировках гораздо чаще, конечно. У нас вопрос в чате. Давай. Как в голове вообще возникает мысль, хочу быть рыцарем и бить других мечами? Что должно произойти с человеком для того... Не, не так так. Что должно произойти с человеком для этого? Совсем заняться больше нечем? Или во всем остальном конкуренция большая, самоутверждение, не могу поймать суть причины? Пишите нам нашу пожилая слушница из Уренгоя, да? Ну, наверняка. Наверное. Как приходит к этой мысли вопрос и к Роману, и к Анастасии? Окей. Это я первый. Анастас, вы даже... Ваш ответ интереснее. Люди думают, что это от безысходности. Или от конкуренции. Я могу ответить только за себя, как у меня в данном случае появилось желание. Но на самом деле все просто. Я увидела ребят, которые сражаются на мячах. Тогда это были поединки один на один. И я решила, что я смогу так же. Почему нет? Что я ничем не хуже. Вот это я понимаю. Современная женщина. А вы как пришли? Хотя, знаете, глядя на вас, было бы странно, если бы вы не оказались в подобном виде спорта. На самом деле я единоборствами с детства занимаюсь. И достаточно много титулов имею. Мне просто всегда нравилась история. И случайно попал на это мероприятие. Ну, как бы на исторический средневековые бои. Увидел и понял, что мое. На мой взгляд, это самый, если можно так выразиться, безбашенный вид спорта. Последний вопрос. Сколько в этом во всем, знаете, как сказать, спорта, чисто физической подготовки. А драки, ну, вот, противостояние и романтики. Если это вот как-то процентовочку, да? Сразу развенчаю миф о романтике. Ноль, да? Да, я рыцарь. Да есть, есть там романтика. Ну, мы, есть же романтика, мы же уже выяснили. Бывает, случай. А тогда у мужчины и у женщины, у девушек. Пожалуйста, Роман. Да, ну, первая романтика уходит тогда, когда ты начинаешь постоянно тренироваться. И понимаю, что тут не до романтики, тут нужно очень много вкалывать и, ну, трудиться на то, чтобы выиграть и быть лидером. Как у девушек, конечно, девушки, скорее всего, тоже поначалу думают о романтике. Рыцари там все дела. Слушайте, у вас нет пиров просто, понимаете? Вот раньше в чем было романтики, что были пиры постоянные. А, пиры. Пиры, ну, конечно. А у вас тренировки? Да нет, он просто скромничает, скромничает. У нас есть романтика. Видимо, она организатором вся ушла, эта романтика. Но у нас и пиры тоже есть, и совершенно разного формата мероприятия. Поэтому, да, ну, естественно, ребят без тренировок, как бы, первое место. Но сначала надо... Сначала надо заслужить, а потом пиры и романтики. Вот, заслужить лично. Еще раз, Наталья, еще раз, когда, куда приходить, еще раз повторить информацию, чтобы все услышать. Да, всех ждем, да, всех ждем. 2-го, 3-го ноября на ВВЦ, павильон 75-й, зал А. Будет как раз Кубок Динамо. Все два дня. Будет и романтика, и спорт, и зрелище, и хлеба, и любовь. И любовь. Любовь, конечно. Ну что же, и верность. Спасибо большое. Это сообщество реконструкторов, и мы благодарим. Наталью Шестакову, арт-директора Лиги профессиональных средневековых боев, главного директора журнала Media Wall Sports. Спорт, точнее, да. Правильно, правильно, больше пафоса. Да, больше пафоса. Затем Роман Абранас, многократный золотой призер чемпионата мира битва нации, тренера-инструктора высшей школы. Исторических средневековых боев. Исторических средневековых боев. Скоро привыкнешь, мы с тобой сходим на чемпионаты. И Анастасия Мещерякова, член сборной России по историческим средневековым боям, чемпионки мира в номинации «Полутораручный меч» и профессиональных боев, капитан женской команды, руководители высшей школы индивидуальных средневековых боев. Вот о высшей школе, наверное, как-нибудь в следующий раз надо поговорить. Обязательно. Приходите еще. Увидимся. До новых встреч. До новых встреч. На езда, надо на езда. Надо рассчитывать на меня. Я-то пойду. Я в прошлом году ходил. Руслан точно пойдет. И как тебе понравилось? Расскажи о своих впечатлениях. Как всегда в таких видах спорта, там сложно уследить за чем-то. Что-то происходит, вот это люди друг другом молотят, особенно когда это, извините, такая схватка общая. Тут только какие-то люди вываливаются, но выглядит это очень странно. То есть это тляска, люди вот это бьются. А ты чем-то понимаешь? Ты чувствуешь, что ты разбираешься? Нет. Нет. Надо еще раз ходить так. Знаешь как, по идее того, чтобы разобраться, надо попробовать на себе. Но такого вот как-то вот желания не возникает. Потому что вот это, то, что они делают друг с другом, при том, что выглядят такими спокойными и здоровыми, это удивительно. То есть вот со всей дурьей. Все-таки в доспехах какой-то смысл есть, да? Большой смысл, да, в голову. Тут агрессия. Там романтики действительно речи нет. Агрессии нет. Понимаешь, никто из них потом вот это вот не кричит, не, так сказать, не... Не выпрыгивает из восьмиугольника? Нет, не выпрыгивает. То есть им не до агрессии. Это ибо отдышаться. Там сколько, 30 килограмм железа на себе. Полная выкладка. Это так. Ну ладно, мы, в общем, объединились с планами на, да, на ближайшие выходные, на 2-3 ноября. Да, пойдем все вместе, дружно. Хорошо, а что будет сейчас, узнаете. Ты больше не стащего лица. Узнаете прямо сейчас.